Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем первую главу Евангелия от Иоанна. Эта глава начинается с торжественного пролога. Некоторые толкователи считают, что это литургический гимн, и действительно эти торжественные слова мы слышим в пасхальную ночь, и они создают совершенно неповторимое настроение. Они написаны в форме гимна, поэтического гимна, и, конечно, нас возвращают к первым стихам Библии, к началу книги Бытия, к истории сотворения мира. Точно так же, как Библия начинается словами «в начале», точно так же Евангелие от Иоанна начинается с того момента, когда еще не существовало ни время, ни пространство, еще не было ничего. И благодаря Евангелисту мы заглядываем как будто в бездну, которая предшествует вот тому великому взрыву или чему-то другому, когда мир начинает свое бытие. И поскольку это поэзия, она задает главный тон для всего Евангелия, Евангелие от Иоанна не нужно читать как некий богословский трактат, где одно вытекает из другого, где есть причины и следствия. Следует читать Евангелие как некую поэму, как песнь песней, и это восточный жанр мудрости и поэзии. Поэтому этот гимн тоже написан как раскаты грома или как шум морской волны. Один стих наступает, затем отступает вода, и точно так же мысль Иоанна движется. И как в Увертюре мы слышим главные мотивы, которые будут сопровождать всю оперу или всю симфонию, точно так же и здесь заявлены главные ключевые слова. «Вначале слово, свет, Бог, пребывать, тьма» и другие слова, которые будут сопровождать нас на протяжении всего чтения Евангелия от Иоанна. Точно так же книга «Бытия» начинается словами «Вначале Бог сотворил небо и землю, и первое, что делает Бог, Он говорит, да будет свет». И Евангелист Иоанн как будто дает свое толкование. Дело в том, что мы первую главу книги «Бытия» очень часто толкуем как космологию, как историю сотворения Вселенной, происхождения мира. Для Евангелиста Иоанна это история откровения. И сказал Бог, да будет свет, и как сказал Тертулиан, и в этот момент воскрес Христос, открыл себя воскресшее Слово Божие. Поэтому здесь в начале было Слово, это откровение о воскресшем Христе, который еще существовал, когда ничего не существовало, предшествовал бытию мира. И именно им был сотворен этот мир, и именно его бытие было полнотой жизни, полнотой света. И дальше намечается некая драма. Происходит трагическое столкновение между светом и тьмой. И все Евангелие от Иоанна будет структурировано как некий суд, некий кризис, некое столкновение. Точно так же, как свет пронизает тьму и возникает в воздухе атмосфера грозы, вот в этих стихах. Точно так же Христос приходит в этот мир, поселяется среди своих, он приходит к себе домой. Но свои, родные, близкие, те, кто его ждали, его не принимают. И происходит это столкновение и этот суд. Одни принимают, другие нет. Те, кто принимают, получают благодать, силу и право быть детьми Божьими. Другие отчаянно этому сопротивляются. Но дальше возникает очень странная вещь. В шестом стихе мы с вами слышим странные слова. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». И если внимательно вчитываться в текст, то возникает некое смущение. Потому что сначала у нас возникает впечатление, что мы оказываемся где-то до бытия мира, в каких-то безднах вечности, света, первозданной материи. И вдруг, причем здесь Иоанн, какой-то смертный человек, который носит конкретное имя. Но в действительности для евангелиста уже с самого начала мы оказываемся на берегу Иоордана. В тот момент, когда Иоанн Креститель проповедует пришествие Мессии, близкое наступление Царства Божия и потом совершает крещение Иисуса Христа. Поэтому для евангелиста начало, это не только начало бытия мира, но и начало служения Иисуса Христа, того воплощенного Слова Бога, которое стало плотью. И после этого гимн возвращается. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». И здесь мы можем догадаться, что в языке евангелиста Иоанна слово «мир» имеет совершенно другое значение, чем в нашем языке. «Мир» — синоним чмы, некая инертная материя, которая не пропускает свет. Мир его не познал, мир ему сопротивлялся, мир его отталкивает. Пришел к своим, и свои не приняли. И затем опять мы слышим голос Иоанна Крестителя, опять мы слышим его проповедь. Мы оказываемся на берегу Иоордана, где Иоанн крестит своих учеников. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Вот этот момент «мы видели славу», возникает вопрос, кто эти «мы» и где мы видели славу, в какой момент. И ответ, который подспудно дает евангелист на берегу Иоордана, в тот момент, когда звучит голос с неба, голос Отца, когда голубь спускается с неба и почивает на голове Иисуса Христа, как печать Святого Духа. В этот момент мы, кто были на берегу Иоордана, видели его славу. И еще другое слово, которое нужно здесь прокомментировать, это слово «плоть». Слово «стало плотью». Для евангелиста здесь обозначено самое сердце, самый эпицентр этой драмы и этого противостояния. Плоть — это то, что является бренным и смертным. Плоть — это как цвет полевой, утром распускается, восходит солнце под палящими лучами, увядает и исчезает навсегда. Точно так же плоть — это некое бренное тело, это смертность, это наша хрупкость и уязвимость, беззащитность. И бесконечное, вечное Слово Божие становится этой плотью, становится смертным и бренным бытием. И в этом обозначен главный парадокс всего Евангелия и его благодати. И затем мы как будто в камере видим киноленту, мы видим действительно Иоанна Крестителя, который стоит на берегу Иордана. К нему приходят священники и левиты, которых иудеи посылают из Иерусалима. Здесь очень важно тоже понимать, что слово «иудеи» в языке евангелиста Иоанна означает всегда оппонентов Иисуса Христа, либо жителей Иудеи, либо духовных вождей этого народа. Поэтому это всегда враги, но не нужно думать, что Иоанн был антисемитом. Это не признак его антисемитизма, он просто называет врагов и оппонентов Иисуса Христа этим словом «иудеи». И они приходят с вопросом к Иоанну «ты Мессия? Кто ты? По какому праву ты совершаешь крещение? Ты или я, или может быть кто-то другой из пророков?» На что Иоанн Креститель отвечает «нет». Но интересно, что это его «нет» не означает какое-то отрицание. В действительности он говорит, что «нет, я кто-то другой», но сам он еще не знает, кто он. Очень важно, это не просто некое «нет», это вопрос открытый. Именно пришествие Мессии укажет Иоанну Крестителю, кто он есть, откроет ему его идентичность. Пока о себе самом он может сказать лишь словами пророка Исаии. Он пророк, и поэтому его служение состоит лишь в быть просто голосом, быть воплем в пустыне, который кричит «исправьте путь Господу», «приготовьте пути», «выровняйте все дороги для того, чтобы Мессия смог прийти». Он лишь только голос, голос земли, который обращен к небу. И поэтому на вопрос фарисеев он отвечает, что «я крещу в воде, но среди вас стоит некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень и обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Здесь уже заявлены важные парадоксы откровения Божественного Слова, воплощенного Слова, парадоксы того, что мы знаем и того, что мы не знаем. И на протяжении всего Евангелия мы увидим разных персонажей, которые уверены, что они знают истину, но в действительности они лишь не знают ничего, им предстоит узнать. И первое свидетельство, которое приносит Иоанн Креститель, увидев Иисуса Христа, он говорит такие слова. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Очень важно, слово «свидетели» тоже в языке Иоанна имеет свою смысловую нагрузку. Мы с вами сказали, что это суд, кризис. И поэтому нужны люди, которые приносят свидетельства, которые могут подтвердить истинность всего происходящего. И будут подлинные свидетели, и будут ложные свидетели, потому что речь идет о суде. И вот другое слово, которое имеет большую смысловую нагрузку, слово «агнец». Евангелист Иоанн заимствует слово из храмового богослужения. Это жертвенный агнец, это пасхальный агнец, которого принесут в жертву, точно так же, как сыны Израиля когда-то в Египте принесли в жертву агнеца, для того, чтобы смерть прошла стороной. Таким образом, в каждой семье погибает это жертвенное животное, этот агнец, для того, чтобы все другие остались в живых. Точно так же смысл служения и воплощения Бога, слова, в этом и состоит. Он умрет чужой смертью для того, чтобы другие были живы. И для того, чтобы грех, то есть синоним смерти, нечистоты, богооставленности, кто-то взял на себя, и тем самым другие были бы прощены и освобождены от этого бремени. И эпизод крещения, который описывается здесь в первой главе, значительно короче, чем эпизод крещения, каким он представлен в других Евангелиях. «На кого увидишь Дух, исходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым». И здесь, опять же, важно понять ключевые слова «пребывать». «Пребывать» — это означает оставаться, поселиться навсегда. В отличие от пророков, на которых тоже нисходил Святой Дух, на Иисусе Христе Он пребывает. То есть, поэтому есть печать Его мессианства, Его царского достоинства, и то крещение, которое будет совершать Иисус Христос, будет действительно крещение Духом. И затем Евангелие начинается с того, что мы день за днем можем проследить первую неделю служения Иисуса Христа. И вот первый день — это явление на берегу Иордана, где Иоанн Креститель и свидетельствует о нем все Агнец Божий. На другой день опять Иоанн стоит вместе с двумя своими учениками и видит идущего Христа. И опять Иоанн повторяет «Вот Агнец Божий». Но на сей раз он это повторяет для своих учеников. И первые, кто последует за Христом, это Андрей Первозванный и другой ученик, который не назван по имени, вероятно, это сам Евангелист Иоанн. И видя различные фигуры этих первых учеников, мы можем увидеть, как по-разному Бог призывает на свое служение человека. Каждый раз призвание — это какая-то личная история. Андрей и, условно говоря, Иоанн — это ученики Иоанна Крестителя, которые ждут Мессию и они ищут. Они ждут и ищут. Они искатели Бога. И поэтому они находят. Они находят, потому что им указывает Иоанн Креститель на того, кого они ждут. Какова их реакция? Они идут вслед за Христом. И тот задает им вопрос, подобно тому, как Бог задает каждому из своих учеников, что ты ищешь, что тебе надобно. И они ему отвечают, рави, что значит учитель, где живешь, где пребываешь. И он им говорит, пойдите и увидите. Это те ученики, которые стали учениками, потому что они пошли и все увидели своими глазами. Поэтому они потом станут настоящими свидетелями. Они будут свидетельствовать о том, что видели, и они пробыли, то есть задержались, пребывали вместе с ним целый день. Следующий ученик — это будет Симон Петр. Другой образ призвания, потому что Симон был просто братом Андрея, и поэтому услышал от своего брата о том, что пришел Мессия, которого они ждали. И эта встреча со Христом меняет личность Симона настолько, что он получает новое имя. Ты был Симон, но ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр. Следующие два ученика не менее прекрасны в том, как они получают свое призвание. Филиппа Христос сам находит, видит его по пути и говорит, иди за мной. И Филипп, поскольку он был тоже родом из того же города, что Андрей и Петр, пошел вслед за Христом и стал его учеником. Бог тебя находит, говорит, иди со мной, и ты идешь вслед. И заканчивается эта первая глава призванием Нафанаила. И эта история может быть наиболее удивительной, загадочной и странной. В ней всегда остается некая тайна, которую разные толкователи понимают по-своему. Каждый читатель прочитает со своей колокольни. Потому что Нафанаил — это я. И вот как меня находит Христос. Филипп сообщает Нафанаилу о том, что они нашли Мессию, того, о котором писали Моисей и пророки. Нафанаил — человек очень скептичный, очень честный, искренний. Его на Микини не проведешь. Поэтому он говорит, из Назарета может ли быть что доброе, потому что Мессия должен прийти из какого-то другого места, а не из этой презренной провинции, маленького городка Назарета. На что Филипп говорит, пойди и посмотри. Но игра здесь состоит в том, что в действительности не Нафанаил пошел искать и смотреть, но Христос видит Нафанаила и первым обращается к нему с такими словами. Вот подлинно израилетянин, в котором нет никакого лукавства. Тонкий юмор евангелиста и парадокс, который мы здесь видим. Нафанаил думает, что Бог — это тот, которого можно пойти, искать и увидеть, но в действительности нет. Бог — это тот, кто видит тебя. И поэтому не ты познаешь Бога, но Бог познает тебя, и через это познание ты открываешь самого себя. И между ними происходит очень странный диалог. И мы никогда не поймем, что же послужило этой вспышкой молнии, которая вдруг разбила слепоту Нафанаила, что он вдруг прозрел. Нафанаил спрашивает, откуда ты знаешь меня, почему ты знаешь меня? И Христос ему отвечает, прежде нежели позвал тебя Филипп, еще до того, как нам кто-то сказал о Боге, в действительности Бог нас уже ищет. «Когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечает ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилевый». Мы никогда не поймем, что произошло между этими двумя словами. Что такого странного в этих словах? «Я видел тебя под смоковницей, я просто проходил мимо и видел тебя под деревом, как ты читаешь Священное Писание, как ты молишься, или просто отдыхаешь в полдень». Что в этих словах такого, что может перевернуть Нафанаила настолько, что вдруг он говорит, «Да, ты сын Божий, ты царь Израилев». Но дальше парадокс уходит вообще в какую-то бесконечность, потому что в обмен на это исповедание веры Христос ему дает удивительные обетования. «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, но ты увидишь больше всего». И дальше идет пророчество о кресте, о котором еще никто не говорит и не знает. В действительности крест станет той лестницей между небом и землей, по которой Сын Человеческий поднимется к Отцу и произойдет его интронизация. Через крест он будет вознесен на небо. Именно поэтому Христос уже здесь говорит о своем будущем часе славы, часе прославления. «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым, и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». На портале экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.